Дай почитать. Понятно, что категория свободы – это ключевая тема книги, ведь ее герои служили общему делу сохранению свободы и смогли дать, цитирую, политический и интеллектуальный ответ на двойную тоталитарную угрозу фашизма и коммунизма. Думаю, понятен вектор размышлений американца Томаса Рикса. Но если оставить все это в стороне, то биографический жанр книги несколько преобразился. Теперь это не одна, как принято традиционно, а две биографии, которые автор сопоставил и соотнес друг с другом. Подробное описание жизни Черчилля и Оруэлла, попытка подчеркнуть достоинства, а не выпитить недостатки – отличительная особенность этой книги. Да, Черчилль питал слабость к белью из розового шелка, увлекался алкоголем, был спесивым и вздорным, а Оруэлл не был всевидящим, был болезненным и, по утверждению автора, не осознавал жизнеспособности капитализма и явно недооценивал, насколько бесцеремонно могут действовать западные государства и компании. Томас Рикс помогает лучше понять поступки Черчилля и заставляет перечитать книги Оруэлла и еще задуматься над запечатленными в них идеями. Тем не менее, во время прочтения книги создается странное ощущение какого-то лукавства. Что общего у этих исторических личностей? Слава? Американская трактовка понятия свободы? Оруэлла Эрика Блэра. Немногочисленные друзья хоронили на заброшенном деревенском кладбище. При жизни после смерти ему не была присуждена литературная премия, хотя его последний роман 1984 имеет только по-английски 40 миллионов копий, а по индексу цитирования едва ли не первый в мире. Он не вошел даже после смерти в британское издание «Кто есть кто», так как был признан малозначительным писателем. А вот Черчилля хоронила вся страна. Вот и в книге больше внимания уделено дважды премьер-министру, а не писателю. Черчилль даже во время войны выкуривал 16 сигар в день, носил нижнее белье только из розового шелка и ненавидел сосиски и рисовый пудинг. А у Оруэлла единственный твидовый пиджак. Он копает картошку и уже известный по прославленному скотному двору просит американских издателей купить и прислать ему ботинки нужного размера, которого в Лондоне не найти. 12+. Эту и многие другие книги вы сможете найти в магазинах «Читай город» по адресам Преображенская, 65 и Ленина, 103А. До новых встреч! Дай почитать! 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 Дай почитать!